Здарова ребят, с вами Илья, это Наша Игра День и новый выпуск новостей мобильных игрушек. Сегодня вас будут ждать три игрушки, которые я хочу вам показать и о них рассказать, так что думаю будет интересно. Сегодня в выпуске нас ждет инфа о игре Apex Legends Mobile, давно мы не говорили об этом проекте, ничего не было слышно, и вот небольшая информация появилась. Сразу попрошу вас лайк поставить ролику, если вам именно эта игра интересна, посмотрим сколько нас, и если будет много лайков, то чаще по ней будем снимать. Также в выпуске еще посмотрим на игру, похожую на Red Dead Redemption 2 под мобильные девайсы, и еще на милую игрушку Melbiz World. Жми лайк, пиши комментарии, и мы начинаем, поехали! Ну и начнем мы с игрушки Guns and Sparks 2, и эта игра представляет из себя вестерн в стиле того же Red Dead Redemption, но под мобильные девайсы. Вообще, если вы любите игры про дикий запад, перестрелки и прочее, то вот вполне интересный продукт. Игра появилась в Google Play, однако сейчас нам доступна лишь предварительная регистрация, и далее мы ждем полноценный релиз. В этой игре нас ждет атмосфера дикого запада, мы будем скакать на лошадях, стрелять, передвигаться по огромному количеству различных локаций, а также выполнять сторонние задания, и все в этом духе. Вообще, в игре довольно неплохая графика, большой открытый мир, возможности в кастомизации, множество пушек, квестов и многого другое. Игра, уверен, будет интересна и всем любителям такого жанра, так что будем далее за ней следить, и как только она появится, я вам сообщу. А мы идем далее, и следующая инфа у нас о мобильной версии игрушки Apex Legends. Постоянно спрашивают о данной игре, и сегодня есть небольшие новости. Очень скоро, а именно 5 мая, состоится презентация от компании Electronic Arts, где будет отчет о их доходах. Ожидается, что именно там будет анонсировано, представлена мобильная версия игрушки, так что будем с нетерпением ждать эту дату. Также из интересного, недавно было опубликовано требование Electronic Arts о вакансии для исполнительного продюсера Apex Legends Mobile на LinkedIn, и из этого, опять же, можно предположить, что разработка этой игрушки продвигается. Предположительно, у них еще нет продюсера, хотя они отправляли первый запрос еще месяц назад, и это означает только одно, что мобильная версия все-таки будет, однако, скорее всего, в ближайшее время мы пока ее не ждем. В любом случае, ждем в мае каких-то анонсов или хотя бы упоминания об этой игрушке, и как только будет там информация, я, конечно же, тоже вам расскажу. Вообще давно пора уже игрушку запускать, потому что даже тот же Fortnite уже вышел в Google Play, и я думаю, что Electronic Arts тоже хотят составить конкуренцию другим проектам, именно в мобильном сегменте. Возможно, скоро, в общем, будет официальная информация, анонсы, так что следите за новостями, все это тоже снимем. Ну, а так игра имеется в магазинах приложений TapTap и Apocopor, там есть уже предварительная регистрация, так что можете подавать заявочку. Так, а мы идем далее, и продолжаем нашу эпоск, и кооперативное приключение Melbit's World вышло, наконец-то, на Android. Студия Melbit в начале этого года выпускала уже свою игру на iOS, и вот теперь она добралась до Android девайсов. Melbit's World это такая гололомка, в которой вам вместе с своими друзьями нужно управлять существами Melbit'ами, чтобы помочь им преодолеть ловушки и различные препятствия. Таким образом, мы стараемся вернуть домой наших героев, и это будет непросто. В игре нас ждет 72 уровня, 6 магических миров и огромное количество загадок. Концепция максимально напоминает легендарных леймингов, но здесь невозможно играть в одиночку, так что играйте со своими друзьями. В общем, если вы хотите поиграть с корешами во что-нибудь интересное, то вот вполне прикольный проект, да и графика игрушка тоже очень-очень милая. Так, ну что, ребята, на этом были наши новости на сегодня. Напишите в комментариях, как вам инфа, какую игрушку ждете больше всего, а также подписывайтесь на канал, чтобы быть в теме всех мобильных игрушек. Ну а так, у микрофона был, как всегда, Илья, и скоро мы вновь увидимся, до встречи, пока.